1 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения народной артистки СССР, самой известной частушечницы Советского Союза Марии Николаевны Мордасовой. У дома на площади Ленина, где Мария Николаевна прожила 40 лет, состоялся митинг в честь самобытной воронежской певицы. В квартире музея пришедшие ознакомились с обновленной экспозицией из семейного альбома, приуроченной к юбилею Марии Мордасовой, и вспоминали, каким светлым, одаренным и душевным человеком она была. Как я пришла в Воронежский хор, меня поставили, Марья Николаевна вот так стояла по левой руке, а я вот по ее правой руке стояла, хор вот, она посередине хора. И всегда, когда открывался, все ждали Воронежский хор, но все ждали, прикидет ли Мордасова. Потому что Воронежский хор без Марии Николаевны, это уже, как бы, знаете, немножко осадок оставался у людей, все ждали ее выступления. Будет она, не будет. И вот открывается занавес, и прям шепот по залу. Мордасова, вон Мордасова, а рядом дочка. Вот с моим приходом в Воронежский хор у нее появилась дочка. Но я уже вот, судя по этой фотографии, теперь, ну давно еще, конечно, когда мы с ней фотографировались, я потом и поняла, почему. Вот по фотографии, посмотрите, какое-то есть сходство. И рядышком стояла. Ну, разница, конечно, я очень молоденькая. Мне было тогда 16 лет. И, естественно, это вот так вот. Хотя она не имела детей, она вот воспитывала племянницу. Потом она, конечно, умерла. Это большая была боль, трагедия. Вот, а так вот. Вот, ну всем хотелось. Каждый думал, а кто же муж, а кто же. Но все знали Ивана Михайловича, искали. И в оркестре Ивана Михайловича. Ну, это был самый симпатичный мужчина из оркестра. Всегда он был бравый такой. Он всегда какой-то, вы знаете, подтянутый военный такой человек. Конечно, музыкант он от Бога. И, наверное, вот Господь Бог не зря их соединил вместе. Потому что Мария Николаевна самая жемчужинка наша. И Иван Михайлович. Какой он был аккомпаниатор, таких вообще мало. Я вам хочу сказать, очень трудно и сейчас сыскать. Ну, видимо, вот так вот их судьба соединила вместе. И они так вместе по жизни прошли. Собирательница и автор многих песен, частушек и припевок Мария Мордасова проехала весь Советский Союз и десятки стран мира, где с огромным успехом представляла Воронежский край. Редкие концерты в Кремлевском дворце в Москве, в знаковые для Советского Союза даты и голубые огоньки обходились без оскрометных выступлений самого яркого таланта воронежской сцены. Редактор субтитров А.Семкин